Наверное, лекция девятая И остановились мы в прежней лекции на том, что у нас было действие для калибровочного поля Ф-филд в гауссах-единицах, единичных на спице, интеграл D4Х, F-меню на F-меню Хотелось бы добавить следующее Там был вопрос, почему мы включаем только линейные члены по калибровочным инвариантам Я напомню, еще был другой Полагаемая там A2, кажется, интеграл D4Х, F-меню на F-меню дуальная Рассматривали только линейные Давайте я про физику немножко скажу Значит, линейные возникают еще из-за того, что если мы скажем, что мы применяем принцип суперпозиции для свободных полей Ну, понятно, что в случае уравнения Максвелла это очевидно Должны получиться как раз линейные уравнения для уравнения Максвелла И надо исключать только линейные В общем же случае можно говорить о том, что у нас есть некоторая гипотеза, которая называется гипотеза об асимптотических состояниях О чем она говорит? Она говорит о том, что есть некоторая область пространства-времени и параметров теории, в которых поля становятся свободными В том смысле, что у нас есть, если несколько решений для свободных уравнений, то вы можете их складывать, вычитать, то есть суперпозицию делать Потому что они между собой не взаимодействуют, они друг друга не видят Так что вот насчет того, что там у нас были варианты только линейные Один из принципов это то, что мы применяем принцип суперпозиции для свободных полей И он очень важный Если у нас нет, скажем, асимптотических свободных областей, то вы можете строить любые теории с любыми полинолами Вот, мы закончили на том, что вот этот вот F на F дуальное F меню на F дуальное меню Он свелся к дивергенции D мю G а мю некоторого тока То есть, и этот ток мы тоже записали G а мю Эпсилон мю ню Мю штрих мю штрих А мю на F Мю штрих мю штрих Ну и закончим на том, что Во-первых, значит, раз это полная дивергенция То вот этот штрих Он сводится просто-напросто Здесь, если В4 То здесь граница этого какого-то четырехмерного пространства времени D3 сигма мю Умножить на вот этот вот Жим его Значит, это член калибровочной инварианты Значит, вот четыре дивергенции Тоже калибровочные инварианты И значит, этот интеграл по поверхности трехмерный Это какой-то трехмерный объем Это тоже калибровочная инвариантная величина Так что вот это вот действие Называется еще Действие Черна Саймонса Черн это китаец, а Саймонс не китаец Черн считается хорошим великим математиком В любом случае у нас существует много современных моделей В которых трехмерное вот это действие С некоторым током рассматривается Значит, у нас времени нет Но в принципе я записал вам видео лекцию В которых рассматриваются два вопроса Во-первых, группа калибровочных преобразований Мы знаем, что, скажем, а штрехмю это амю минус дмю Причем тут группа Вот, значит, я там рассказываю, при чем тут группа Почему там есть какое-то умножение И более того, эта группа обобщается Вот эта будет группа У1 Обобщается на случай Нябелева группы Что это такое? Там показано следующее Что у нас преобразуется на самом деле Не только калибровочное поле Но и наблюдаемые величины на фазовом пространстве Вот это преобразование наблюдаемых величин Как раз групповым образом и описывается Там можно ввести вот эти амю Калибровочно-векторное поле В виде действия на целый набор наблюдаемых величин Тогда это будут линейные преобразования с матрицами Тогда возникает, вообще говоря, Нябелевая группа Ну и второе, что рассматривается для Нябелевых групп Вот это вот действие Черна Саймонса Получить нелегко То есть, если там рассмотреть дифференциальные формы То можно прийти как раз к действию Черна Саймонса На трехмерном многообразии через дифференциальные формы Причем туда не войдет метрика То есть римоновой структуры Поэтому его называют топологическим действием Черна Саймонса Значит, на этом мы заканчиваем со свободным вот этим лагранжаном Мы переходим к пункту 9.2 По-моему Сейчас, да Взаимодействие с током 9.2 Взаимодействие с током Значит, это действие Черна Саймонса, да? Я в прошлый раз говорил Из-за того, что это интеграл по границе В уравнение движения он не войдет Потому что будем искать экстремум действия С фиксированными полями на границах Поэтому вариация на границах даст 0 Но при этом Почему в классике это важно? Потому что решение уравнения от граничных условий зависит То есть вы можете сформулировать какие-то условия Когда вот это вот слагаемое, например, не 0 И тогда ваши решения будут зависеть от этого граничного условия Если вы его там ведете А в квантовой теории Из-за того, что действие квантовых переходов определяет Это тоже становится важным То есть вот эти вот склады От всякого действия Черна Саймонса Они важны в квантовой теории И при решении Но мы будем считать, что никакого вот этого Вот эта буква 0 Поэтому практически, то есть эмпирически В электродинамике мы это его выкидываем Но в принципе, если вы строите взаимодействие других полей То, например, в квантовой хромодинамике Да, вот серьезно рассматривать все это дело Взаимодействие с током Вы знаете, что если есть у нас одна частица То у нас взаимодействие записывается так ДТАУ ДХМЮ по ДТАУ АМЮ Ну, в той точке, где находится вот этот вот заряд Если мы перейдем к сумме по зарядам То тогда можно написать, что это С-интеграл Поскольку эти заряды могут быть маленькие Я напишу так Единица на С интеграл ДЕ А здесь вместо ТАУ возьму обычное время ДТ ДХМЮ по ДТ Одинаковые здесь, да, дифференциалы На АМЮ от Х Ну, вот эти дифференциалы ДЕ Можно представить, что это ДЕ По Д3В На Д3В И записать, что вот это вот РО, плотность заряда На Д3В Ну, и тогда вот это перепишется просто так Минус единица на С в квадрате Откуда С в квадрате? Я напишу вместо ДТ ДХ0 Потом вот это Д3В Д3В Вот это все Д4Х А что тут осталось? Здесь осталось РО ДХМЮ по ДТ На АМЮ от Х Ну, то есть это можно переписать Следующим образом, что это Минус единица на С в квадрат Д4Х Смотрите, что такое РО ДХМЮ по ДТ Ну, напишу РО ДХ0 по ДТ С ДР по ДТ В Что? Потому что ДТ и ДТ Все равно, какой писать Поэтому я могу здесь написать Вообще любую функцию Но для того, чтобы мне перейти Вот здесь, смотрите, да Если здесь будет ДХМЮ Не пойми почему То это как бы не связано с током А здесь у меня получилось РО СРОВ И это просто 4 тока Который в уравнении к Максу стоял Так что здесь останется просто Жим На АМЮ Вот этот тип взаимодействия Называется ток-поле Ток-поле Ну, собственно, мы показывали Что вот это взаимодействие Приводит для одной частицы Просто к уравнениям движения Релятивистской частицы В электромагнитном поле Смотрите, а у нас же есть Еще калибровочное преобразование Вот этого АМЮ Спрашивается, как оно скажется На наших уравнениях движениях Значит, если я АМЮ Штрих напишу АМЮ Минус ДМЮ Ф То у меня к этому вот С-интерэкшн Дельта Ф С-интерэкшн появится Минус единица на С в квадрате Д4Х Сжимем Как было, так и есть А здесь Минус ДМЮ Ф Опа-никай У нас действие поплыло Ну, мы можем что сделать? Мы можем записать это По частям Почему можно всегда использовать Для действия по частям? Потому что у нас Отличие будет на полную дивергенцию А полная дивергенция Она сводится к Граничному члену То есть на уравнении движения Это никак не скажется Ну, то есть Получит минус единица на С в квадрате Этот минус исчезнет Интеграл Д4Х Здесь будет Ф ДМЮ А заряд сохраняется То есть на уравнениях движения Вариация За счет калибровочного преобразования Вот этого векторного калибровочного поля Четыривекторного Значит введение Такого взаимодействия Никак не скажется Уравнения все равно Получатся калибровочно-инвариантными Ну и после этого Мы можем теперь перейти К параграфу 9.3 Уравнение движения Почему? Смотрите, мы записали Теперь уже Из каких-то таких умных соображений Из принципов песок и позиций Калибровочной инвариантности Литивистской инвариантности Выбора единиц Гаусса Вот это 16П Записали Действие для поля Без стоков И добавили к нему еще действие Стоками Вот это Спрашивается Раз у нас есть поле То мы можем получить Уравнение движения Вот здесь мы получим В формализме Первого порядка Ну о чем идет речь На самом деле все очень просто Если у вас есть действие То есть есть Лагранжан Вы просто берете Записываете это действие И используете уравнение Элера Лагранжа Но в научной литературе Очень часто попадается Формализм первого порядка Давайте вот поподробнее Значит действие у нас такое С Минус единица на 16ПЦ Интеграл Д4Х Ну запишу Фменю На Фменю Где Фменю Это Дмю Аню Минус Дмю Аню Для краткости Да вот здесь АТА напишу И минус единица на ЦФ квадрат Интеграл Д4Х Тот самый Жмю На Аню Если есть Лагранжан Вот он записан То у вас есть Уравнение Элера Лагранжа Дмю Наверное будем писать ДЛ по Камо Дмю Аню Да вот он туда входит И это будет Равно ДЛ по ДА И можно это спокойненько Проварьировать Продифференцировать И все получится Да Ну давайте мы следующее Вот Воспользуемся Тем что у нас Вот это Этот меню Оно очень легко Определяется Через вот эту вот Перестановку Частного дифференцирования Давайте так запишем Я вот этот вот Сфильд Сфильд Фильды Запишу как функцию Ф Меню И как функцию Аню Ну что Единица на Давайте так 16 ПИЦ Напишу Интеграл Д4Х А здесь напишу Ф меню На Ф меню Минус 2 Ф меню На ДМю Аню Минус ДНю Аню Значит если я подставлю То получится то же самое Вот это вот станет с минусом И минус сюда перейдет Ну а теперь что я хочу сказать Я хочу сказать Давайте посмотрим на это вот уравнение Как-то уравнение Для двух полей Независимых Поле Ф Допустим Минус Вот допустим Есть такое поле Независимое Вот я буквально смотрю Что это поле И это поле Но уравнение для поля Ф меню какое Алгебраическое Там нет частных производных Которые действуют на это поле Поэтому Уравнение Лагранжа Давайте так напишу Дэлямда Дэль по Дэлямда Ф меню Равно Дэль По Дэф меню Что отсюда получу Ну вот это что такое Это просто будет Единица на 16 Пице Правый Теплен Да А 2 На Ф меню Минус 2 На 16 Пице Вот это вот Дэмю Аню Минус Дэмю Амю То есть Есть И это равно Нулю Почему нулю Потому что Никаких частных Производных На их меню Не действует Поэтому И называется Это формализм Первого порядка Для поля Ф меню Независимого Вообще Частных Производных Нет А для поля Аню Частные Производные Только первого порядка Поэтому Формализм Первого порядка Значит смотрите Вот из этих Уравнений У нас получается Что Что Ф меню Это антисимметричный Тензор Дэмю Аню Минус Дэмю Аню То есть Эти уравнения Очень легкие Теперь у нас Есть поле Независимое Аню Я для него Вот это Должен написать Да Ну а чего У нас Значит Вот это сюда Уравнение Лагранжа Они тоже Простые Ну смотрите Значит Вот правая часть Дээль По ДА Ню Давайте сюда Допишу Минус Единица На С Квадрат Д4Х Ж Аню Значит Правая часть Дэль По ДА Ню Получит Минус Единица На С Квадрате Ж Правильно Если я взаимодействие Добавлю Справа Разобрались Теперь с левой Дээль По Д Ню Аню Смотрите Вот здесь Что я сделаю Теперь я знаю Что Эфменю Это антисимметричный Тензор Вот такой Да Я его еще не подставляю Здесь у меня Независимые Переменные поля Эфменю И Аню Значит Вот этот слагаемый Вот это слагаемый Дадут одинаковый Вклад Почему Потому что Здесь переставлю Здесь переставлю Получится то же самое Это сменит знак И тут как раз Минус То есть Я должен написать Это дифференцировать Не надо Надо дифференцировать По вот этому У меня получается Единица На 16 Пице Вот эту Минус двойку Переписываю Но из-за того Что эти слагаемые Одинаковые Еще двойка И возникает Здесь Эф Мю Ню Понятно? Понятно Тогда уравнение Эрил-Лагранжа Надо взять Просто 4 дивергенцию По Дмю Получится Что у нас здесь Минус Единица На 4 Пице Дмю Эф Мю Ню Равно Минус Единица На ц Квадрате Ж Ню То есть Отсюда Будет следовать Извините Дмю Эф Миню Это 4 Пи на ц Ж Ню Вот это Я хочу Перейти от этого Действия Где Эф Явно Зависит от А Вот таким Вот образом Формализма Первого порядка И говорю Давайте я напишу Действие Которое Мне выдаст Во первых Вот это А во вторых Вот то что получится Для поля Аню Ну и смотрите Я представил себе Что я должен сделать Чтобы вот то действие Не отличалось От этого Я сюда поставлю Ф меню От А в квадрате А что здесь Минус 2 Ф меню Получится минус И минус Да Получится то же самое Но Почему это легко Потому что Если вы будете Дифференцировать Вы представьте себе Дэмю Аню Минус Дэмю Аню Но кто-то так и любит Дэмю Аню Минус Дэмю Аню Вот это все Дифференцировать Вот здесь Все очень просто Да Потому что поля Независимые И поэтому Уравнение Я получил В два Прихлопа Какую строчку Жать Вот сюда Действие Давайте еще раз Про действие Если я сюда Подставлю Правильное Ф меню Получится то Это понятно Я его угадал Потому что Уравнение Линейное Угадывать Нечего Пишу просто Квадратичный Член И линейный Чтобы получилась Вот эта связь Теперь Как узнать Коэффициент Могу здесь Написать Сто пятьсот А здесь Две сто пятьсот Но тогда Надо будет Поделить Чтобы совпало С тем действием Чтобы были Гауссовые Единицы Вот это Это просто В уме Да Вот это Линейная Связь Значит Чтобы получить Линейную Связь Я просто Взял Квадратичный Член Умножил На то же Самое Х Ну давайте Как еще Ф квадрат Минус два Ф На g Как бы мне Получить Что f Равно G Ну вот так По f Продифференцирую И получу Что Равно Нулю То есть В этим все Понятно Просто Я хочу Получить Вот эту Вот Я говорю f Меню Независимое Но я хочу Получить Вот такое Выражение Вот у меня Дано f Равно g Как написать Действие В котором f Равно g f Квадрат Минус 2f g Еще раз Повторяю Вот здесь Мы Знаем А теперь Хочу Чтобы Вот это Знание Превратилось В уравнение Движения Здесь Мы его Не знаем И варьируя Вот этого Действия Получаем Как раз Вот эту Связь Хорошо Вот такая Алгебра Понятная Вот сюда Смотрите Не под Низ Сначала Знаем Что f Равно g Теперь Говорю Пусть У меня f И g Независимое Переменное Тогда Напишу Вот такой Лагранжан И вариация Лагранжана По f Уравнение Лагранжа Дадут f Равно g Больше Я ничего Не сделал Смотрите Сначала Мы написали Квадратичный Вариант Хорошо Вот это Писать Тогда Я просто Сократил Запись Вот я Написал f Равно f От g А потом Говорю Хочу Эту зависимость Алгебра Линейная На самом деле Это g Получить Из Лагранжана Какого Вот из Такого Это Это очень Красиво Выглядит Потому что Это Во-первых Используется Во-вторых Если вам Очень хочется Получите То же самое Дифференцируя Вот эту Гадость Не запутайтесь В коэффициентах Хорошо По-моему Это гораздо Теперь спрашивается Откуда Здесь двойки Дл По-дмю Аню Вот это Я переписал Вот это Переписал И вот это Переписал Но из-за того Что f Меню Антисимметричный Вот этот Вклад И этот Вклад Одинаковый То есть Я могу Написать Минус 4 f Меню Дмю Аню Зная Что f Меню Антисимметричный Все Получилась Еще одна Двойка Кто бы Мог подумать Что алгебра Из пятого Класса Вызовет Такие проблемы Ну хорошо Хотя бы Уравнение Правильное Получили Да Значит В формализме Первого порядка Чего Чем вы Занимаетесь На термехе Я не знаю Чем хорошо Это действие Для f Это алгебраические Уравнения Для Аню Это дифференциальное Уравнение Вот здесь Уже надо писать Дмю Дмю Аню Минус Дмю Аню 4 П На С Ж Вот это Сюда Подставляем Потому что У нас Есть два Уравнения Лагранжа Одно Задает Тензор Напряженности Поля Через А А второе Задает Уравнение Для поля А Но мы Его Выразили И сюда Подставили По-моему Все просто Было Ну ничего Привыкните Так Так Там Там Наверное Следующий Параграф Уйдет Сейчас Гляну Уравнение Получили 9.4 Свободные волны И вынужденные Колебания Но если это трудно Тогда с этим Как будем Параграф 9.4 Ай Свободные Волны И вынужденные Колебания Значит Беру и записываю Уравнение Вот это вот Дмю На Дмю Аню Минус Дмю Аню Равно 4П на С Жиню Вроде как Здесь все понятно Да? Ну вот что я хочу сделать Я хочу чего-то сделать Надо вспомнить Сразу перейти К импульсному Или нет Ну давайте Левую часть Переписываем Следите за руками Минус Ж Сверху Или снизу Мю Там Мю 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 Дмю Дмю На Д в квадрате На Амю Равно 4П на С Жиню Выношу Вот этот Д квадрат Да? Что я сделал? Ну этот минус На минус И этот минус На плюс Дадут То, что Там есть Это понятно? Хорошо Тогда запишу А Мю Т От Чего? От Т Р Да? Ну или Амю Т От Х Давайте Я буду Искать Решение В виде Разложения В ряд Курье Сейчас И увидим Знаете Смотрите Как только Вы видите В знаменателе Частные Производные В минус Отрицательной Степени Вы должны Сказать Что Окей Возьму Перейду К Курье Представлению Курье Представлению Любые Частные Производные Превращаются В алгебру Сейчас Мы это И увидим Значит Д4К На 2П В четвертый Я напишу На 2П В четвертый Здесь Напишу Амю От К А здесь Есть Степень Минусы К Х Причем Вот это К Х Это Четыримерное 4D То есть Тут стоит Хмю На Хмю Беру И подставляю Что делает Эта подстановка Значит Интеграл Остается Интегралом Допустим Что будет Такое И Деню Действие На это поле Ну Да Оно Перейдет Конечно В интеграл Д4К На 2П В четвертой Дифференцировать Надо только Экспоненту Экспоненту Вы уже умеете Дифференцировать Получается Экспонент На какой-то Множитель Получится Амю А здесь Получится К Ню На Е Степень Минус ИК Х Значит Если я подставляю Сюда Интеграл И сюда Ж Ню Интеграл Д4К Минус Минус Меню Останется Ну Меню Там Все равно Плюс К Мю Коню Останется Разделить На К Квадрат К К Все Для Для Фурье Образ Значит Как Это Еще Называют Единица На Д Квадрат Математики Это Нелокальность А что Такое Нелокальность Это Значит Я Перейду К Интегралу Фурье И там Будет Какая-то Алгебра Ну И все То есть На самом деле Дифференцирование Это Локальная Операция А Единица На Дифференцирование Это Нелокальная А что Здесь Нелокальная Интеграл Появился Вот он Появился Значит Вот этот Интеграл Д4К На 2П В четвертый Я стираю Да Здесь Будет Стоять Амю От К А Здесь Будет Стоять 4П На С Ж От К Это Понятно Почему Потому что Это уравнение Удовлетворяется И Какие бы мы Женю не выбрали Для любых Жи Да Оно должно Удовлетворяться Поэтому Подинтегральные Выражения Совпали Теперь смотрите Вот это Вот Называется П Меню Какие Свойства У этой матрицы 4 на 4 Свойства Я думал Я это Быстро Скажу Давайте Минус П Меню Умножу На П Минус П Меню Давайте Вот так Чего тут Можно Мю Мю Штрих Отгадайте Что Получится Минус П Мю Мю Штрих Значит Эта Матрица Она Вещественная Асимметричная Как называются Вещественные Асимметричные Матрицы Эрмитово Самосопряженные Так У нас есть Эрмитово Самосопряженная Матрица Которая В квадрате Дает То Саму Себя Но Можно Переписать По-другому Типа Ну Давайте Минус Ж Мю Ню Плюс К Мю К 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 Подставляю Только С Верхними Нижними Индексами Чтобы Уж Совсем Было Ж Ню Мю Штрих Плюс К 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 Получится Значит Единичное На единичное Получится Единичное То есть Получится Ж Мю Мю Штрих Это понятно? Теперь Вот это Вот это Умножится На это Получится Минус Что К К К К А это Умножится На это Получится Минус К К К К Штрих Минус 2 К К К Штрих на k в квадрате. Теперь вот это умножится на это. Получится единица на k в квадрате в квадрате, k в квадрате на k в штрих. Ну, то есть, вот это творчество правильное. Как называется матрица Эрмитова самосопряженная, которая в квадрате дает себя? Проектор. Значит, вот этот проектор, который с минусом, правда, называют еще тензор поляризацией электромагнитного поля. Тензор поляризацией. Почему тензор поляризацией? Почему? Потому что ни на какую букву k он не действует, он действует на компоненту амю. Значит, амю, вот сам индекс мю, это и есть поляризация, да, бывает поляризация а0, ах, ау, аз. Значит, действует на компоненты 4 вектора, поэтому эта вот матрица 4 на 4 называется тензором, да, но поскольку действует на поле поляризацией. Теперь спрашивается, у нас есть дифференциальное уравнение на букву a, линейное, как можно написать его решение? решение. Сейчас одно свойство забыл у этой штуки. Вот это свойство a, значит, проектор. Проектор. Свойство b, допустим, камю на p-меню равно 0. Вот этот камю называется продольный вектор, 4 вектора. Этот проектор ортогональный, поэтому минус p-меню поперечный проектор. Проектор. Два свойства у него есть. Мало того, что, значит, это проектор, он еще и поперечный. Значит, как пишется решение? Для того, чтобы найти решение линейного уравнения, записать в общее решение однородного уравнения плюс какое-нибудь вынужденное частное решение. Частное решение в физике называется выжданными колебаниями, а решение однородное называется свободными колебаниями. Но из-за того, что этот проектор, я запишу так. Давайте я буду писать, например, ну амю от k. Смотрите, из-за того, что это поперечный проектор, если я возьму и подставлю любое, к амю умножить на f от k, то я получу решение однородного уравнения. Плюс напишу амю фри. Значит, все продольные сюда запишу, а сюда поперечные ставлю. А поперечная, амю, тоя фри. Плюс чего еще? Плюс решение, значит, неоднородного, которое зависит от поля g. Ну, я вот так его напишу. Ну, 4π на c. Возьму и на вот эту гадость разделю. Значит, получится p ню от k единица на k квадрат ж ню от k. Значит, если я подействую вот этим k квадратом, да? Вот, это k квадрат сократится, 4π останется, значит, p ню на минус p ню даст мне p ню. Вот здесь один минус зачеркнул, это зачеркнул. Вот вам и решение вот этого уравнения, но только в пространстве чего? Волнового вектора k, как говорят. Значит, переход от, в линейных уравнениях переход к фурье преобразованием приводит эти линейные, эти дифференциальные линейные уравнения в какие? В алгебраические. Вот я и написал решение алгебраического уравнения. Хрязь готова. Значит, давайте теперь разберемся с этим решением. Ну, первое, что мы можем сделать, у нас же калибровочное, значит, есть преобразование, спрашивается, а что такое k мю f от k? Оно в координатном представлении чем будет соответствовать. А я вот вспомню, что дифференцирование и дню как раз давало k. то есть решение, значит, линейного дифференциального уравнения сводится к частному решению и к сумме всех остальных. Значит, я выделяю, во-первых, продольное решение. Это любая буква. Почему? Потому что k мю на p мю всегда даст ноль. С любым множителем. Потом остались поперечные. А что значит поперечные? Давайте напишем d мю а мю равно нулю. Остались. Я специально выделил продольное. Почему я их выделил? Сейчас объясняю. k мю на f в координатном просторе это и d мю на f от x. Узнаете вот эту букву? Это просто калибровочное преобразование поля А. Ну, естественно, у нас же были уравнения калибровочно-инвариантными. Поэтому у меня остается свобода калибровочного поляризования. Я могу сказать могу выбрать калибровку вот эту вот чтобы это было даже здесь не ноль. Но тогда у меня остается вот это условие. Смотрите. К мю на мю это калибровка Лоренса. Замечание про букву f. Ну, смотрите. Если калибровку Лоренса наложить то получится такое как квадрат на f ну, давайте тогда вот камю, камю на f от х равно нулю. k квадрат на f от k равно нулю. Мы можем считать во-первых, если мы рассматриваем классическую теорию то мы сразу же можем сказать что у нас зафиксировалась калибровка и f просто торжественная ноль. На самом деле оно является решением уравнения как квадраты. Это что такое? Это вот этот вот. Как ее зовут? Даламбертиан да? Это просто-напросто вот и дмю в квадрате то есть минус Даламбертиан в квадрате. Там есть другие решения как называются другие решения когда f вот мы выбрали значит f равно константа да? ну или вообще нуль. Если у нас есть теория возмущения то что такое теория возмущения? Это когда a равно нулю. Никакие f не разрешены просто на ноль. Мы рассматриваем решение возле a равного нулю и тогда у нас какие-то возбуждаются колебания какие-то вынужденные колебания это свободное колебание это вынужденное колебание да? В теории возмущения ничего этого нет да и вообще в классической теории. Значит но есть другие решения Эти другие решения называются копии Грибова Когда вы начинаете вычислять какие-нибудь квантовые поправки То эти флуктуации квантовые, они не обязательно маленькие Они могут быть сколь угодно большими И тогда возникает вопрос А что нам делать с копиями Грибова? Они же тут живут Вот это флуктуирует, это флуктуирует И еще копии Грибова Их надо как-то выкинуть То есть мы этим заниматься не будем А потом возьмем и рассмотрим Жимю равно 0 Свободные колебания То есть вот этот последний член Перерыв Колебания это тот случай, когда в этом решении Жи выкидываем Смотрите, что тогда у нас получается Для свободных колебаний Вот это ф, я полагаю, торжественное поле А0 Никаких продольных колебаний То есть я зафиксировал калибровку Теперь посмотрите на это уравнение Есть ли в этом уравнении частные производные поле А0? Ну вы знаете, что у нас есть ф0,0 А это всегда 0 То есть здесь нет никаких частных производных А0 То есть для свободного поля Когда нет источников Вот это вот, жимю торжественное 0, это нет источников А0 не распространяет То есть никакого дифференциального уравнения на А0 нет А что значит, что никакого дифференциального уравнения на А0 нет? Вот как положили его, например 100500 умножить на Т Так оно всю жизнь и будет 100500 умножить на Т Поэтому мы возьмем и скажем Раз оно не распространяется, то оно 0 Но только для свободных колебаний Тогда у меня Дмю Ну давайте вот так Кмю Амю Это будет К0 А0 Плюс К альфа А давайте так Минус К на А Равно 0 Вот у нас была калибровка Лоренца Для свободных колебаний это 0 Отсюда остается К на А Равно 0 Да? То есть для свободных колебаний это вот эти вот штуки Значит поперечное фри означает, что там нет таких членов Таких членов нет Означает, что у нас умножение Камю на Амю Это торжественная 0, да? У нас получается так называемое Если опять перейти к координатам дивергенции А от Х Равно 0 Это называется А0 равно 0 Кулоновская калибровка То есть если мы выкидываем поле, которое не является физическим для свободных волн А0 То получается из Лоренцева еще и кулоновская калибровка Значит смотрите теперь К чему сведется вот это уравнение Вот этой кулоновской калибровки Оно сведется Давайте я вот это поле Вот это вот Обозначу его как А К поперечный от К Почему? Потому что проекция на волновой вектор равна 0 Тогда уравнение будет записываться так К квадрат на поперечный от К Равно 0 Очень хорошее уравнение Которое нам говорит Первое Если К квадрат не равно 0 То отсюда следует Что никаких свободных калибаний Нет А второе о чем она говорит А если К квадрат равно 0 То А поперечный от К Любой Как теперь написать решение Вот этих двух условий Я воспользуюсь тем Вот этой штучкой Вот в этой штучке у меня остались Только Мю Которые есть пространственные Да И поперечные Тогда я напишу решение Просто из того что я и делал Я напишу А поперечный от Х Это есть Д4К На 2Пи в четвертой При каком случае у меня любое решение Когда 2Пи Напишу А дельта К квадрат Здесь коэффициенты пока любые Лишь бы они были Независящими от координат и от импульса Что это такое? Это условия вот этого Да Потом я напишу Значит Эпсил А давайте так Эпсилон лямбда от К На а лямбда от К И е в степени минус И К х Я просто решил это уравнение Для свободных колебаний В том смысле Что у меня еще и выкинулось Поле А0 А все что осталось Это А вот это вот Поперечное Смотрите Вот это называется Эх Плохо я написал Давайте вот так напишу Перемещу Минус ИКХ А лямбда от К Где лямбда бегает 1,2 Вот это называется Мода А это называется Амплитуда Ну смотрите Значит Для любой вот такой Суперпозиции У меня выполняется Условие Что А поперечное Какое-то Что значит поперечное Вот у меня есть А И есть только Две поперечных моды Эпсилон 1 Поперечное И эпсилон 2 Ну или Их суперпозиция Я и написал Что я могу взять В качестве решения Любой трехмерный вектор Который ортогонален Волномовый вектор К И все Все что требуется Это чтобы вот это К квадрат Было равно нулю И тогда это Точное решение Замечательно Может быть даже сегодня Дойдем до Запаздывающих потенциалов Конечно хорошо было бы Рассказать всю электростатику Наверное я не успею Давайте Дельта функцию Смемем По К квадрат Значит у меня стоит Интеграл ДК 0 На 2П 2П А здесь стоит К 0 в квадрате Минус К в квадрате Я остальное Не буду писать Значит Если у меня стоит Какая-то функция У меня есть два решения К 0 минус К По модулю И К 0 Плюс К По модулю Как вычисляется 2П сокращается То есть у меня получается Надо продифференцировать Функцию по К 0 И по модулю взять 2К 0 По модулю И записать Эти два корня Дельта К 0 минус Модуль К Плюс Дельта К 0 плюс Модуль К Правильно? Значит Вот это вот К 0 по модулю Сейчас Это есть К По модулю Что не так? Что я написал Просто общее решение Для свободных волн Вот у меня там Под интегралом Стоит Д 4К На 2П в четвертый 2П дельта От К квадрата Хочу проинтегрировать По К 0 И снять Дельта функцию Хорошо Тогда напишу так Интеграл ДТ Дельта Ф от Т Т Равен Сумма ДТ Единица на Ф Штрих От ТИТ Сумма по И По модулю Дельта Т минус ТИТ Где ТИТ Ф от ТИТ Равно 0 Беру какую-то функцию Корявую Нет Беру функцию Из корявого Допустим Это функция Т квадрат Т квадрат Т квадрат Минус Чего Лямбда Квадрат Тогда Как вычисляется Интеграл Дельта функции Ну грубо говоря Возле каждой Точки У меня здесь Много Много Нулей Этой функции В данном Случай Два Потому что Это квадрат Тичная функция И таким образом Я эту Дельта функцию Просто Сейчас Выкину Где бы Мне ее Выкинуть Давайте Вот здесь Выкинем То есть Вот это Решение Которое Я Общие Записал Оно Теперь Перепишется Вот это Вот Вектор Поперечный От Х Равно Интеграл Д3К На 2 Пивку Осталось А здесь Два решения Ну там Сумма По лямбда Потому что Не мой индекс Там стоит Значит Я напишу В явном виде Е в степени Минус И Давайте К Х Ноль Минус Да Плохо Писать К Х Ноль Плюс И К На Р Смотрите Когда К Ноль Равно К Давайте Это просто Буквой К Обозначу Но вы Будете Путаться Просто С 4 Вектором В квадрате Но Ничего Распутаетесь Модуль Вектора К Это К Два Решения К Ноль Равно К И К Ноль Равно Минус К Значит Первое Решение Подставляю Вот Просто Расскрываю Вот Это Е в степени Сейчас Секунду Допишу Решение Здесь Наверное Писать Надо было Омега К Ну Ладно Ну Ладно Вот Это Понятно Снял Интеграл Пока Ноль Спрашивайте Но Интеграл Пока Ноль Снялся А Интеграл К Ноль Надо Было Написать Да Интеграл ДК Ноль Правильно Я Забыл Но Теперь Мы Проинтегрировали Эти Дельта Функции Я Подставил Вместо К Ноль К И Вместо К Ноль Минус К Где К Это Модуль Вот Этого Вектор Теперь Вот В этом Интеграле Я Сделаю Просто Замену Переменных К На Минус К От Этого Интеграл Не Изменится Вот Меня Когда К К К К Равно Нулю Произвольное Решение Я И Написал Д 4 К На 2 П 4 Дельта От К 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 Теперь Здесь Все Получится Значит Смотрите Давайте Д 3 К На 2 П В К К Ну что Я Забыл Я Конечно Забыл 2 К 0 По Модулю И Здесь На 2 К 0 По Модулю Давайте Здесь Напишу И На 2 К 0 По Модулю Но Это Тоже Самое К Поэтому Я Пишу Здесь К Просто 2 К А Здесь У Меня Будет Сумочка Смотрите Это Будет Просто Минус И К Что Здесь Будет Стоять Ну Эпсилон Лямбда От К А Лямбда От К А Здесь Будет Стоять Е Степени И К Х Когда Я Здесь Знак Сменю Вот Здесь Будет Эпсилон Поперечная Здесь Тоже Поперечная Лямбда От Минус К А Лямбда От Минус К Ну Опять Вот Это Называется Модой Это Амплитудой Это Называется мода это амплитуда здесь это разные знаки вот это называется положительно-частотная мода это отрицательная частотная мода что произойдет в квантовой механике амплитуды станут операторами квантование означает что все физические величины превращаются в операторы которые действуют в пространстве квантовых состояний но мы сейчас квантовать не будем нам далеко до володи шмида а мы дальше посмотрим вот какое спрашивается у нас 4 вектор то какой был вещественный а когда я делал фурье преобразование это учитывал пока что нет ну смотрите для того чтобы стал вещественным вектором я просто допишу вот здесь что это эпсилон лямбда со звездой от к а это а лямбда со звездой от к то есть если я вот положительно-частотные моды увяжусь с отрицательными частотными модами тогда получится это как бы независимые да вот эти вектора если а поперечное это комплексное поле то и амплитуды вектор поляризации они начинают быть какими нибудь а если а а поперечное со звездой равно поперечное то тогда мы должны сказать что когда мы берем комплексное сопряжение то у нас соответственно сопрягаются и экспоненты и амплитуды и вектор поляризации смотрите еще условия такое ну эпсилон поперечное в квадрате давайте пусть будет 1 зачем это нужно здесь всегда стоит произведение вектора поляризации на амплитуды для того чтобы нормировать как-то амплитуду надо сказать чему вектор поляризации но пусть она в квадрате будет единицы тогда у нас однозначно определена эта амплитуда ну вот какие бывают поляризации давайте еще чего вспомним раз уж время еще есть я напоминаю что е это минус ну давайте минус д 0 а минус набло а 0 в нашем случае для свободных колебаний это вот тогда а аж это набло на а во что это перейдет фурье образах давайте ядко буду писать тут мне замечание сделали что фурье образ символ у меня не отличается от самой функции до достаточно аргумент показать все смотрите вот этого нет то есть у меня получится а что такое минус и до 0 это просто и к 0 на вектор а ну на давайте на поляризацию напишем а во что это перейдет и к 0 перейдет просто и до 0 перейдет просто в к 0 на епсилон да если вектор описать амплитуда там какая-то будет стоять а значит это уже не от к вот так надо написать вот тогда что такое аж ну извините запутался здесь просто надо было написать к 0 аж от к это что такое ротор я напоминаю что д альфа она переходит минус и к альфа если поднять индекс это будет и к альфа д что здесь получится просто к вектор на на епсилон стрелочку нарисуем потому что все остальные множители одинаковые спрашивается не ошибся ли я в знак а а смотрите наверно ошибся е в степени плюс и к р давайте просто продифференцируем на был возьмем получается и к здесь и здесь что получится здесь тоже какое-то давайте д 0 е в степени минус и к 0 x 0 получается минус и к 0 минус и к 0 вы смотрите что у нас здесь теперь нарисовано если у меня вектор к есть то скажем это поперечная это поперечная и есть какой-то вектор е ну допустим е от к он определяет просто букву вот эту да тогда как у меня получается просто вектор аж он получается как аж равно е на к на к по модулю теперь знак осталось поделить по моему сюда минус ну это вы и так знаете да из электродинамики что если у вас есть электрическое поле она ортогонально волнового вектору как определить направление волнового вектора надо взять просто к это грубо говоря про на паса направлено с направлено не наш собственно так и получается но это так для повторения так чего еще надо про поляризации сказать значит вещественно сделали аж равно к на и я так и сделал минус е на к значит представим себе что вот эти эпсилоны вещественные до эпсилон вещественные амплитуды тогда вот это а лямбда и а лямбда со звездой вот здесь а лямбда а лямбда со звездой они вообще говоря комплексные числа какие бывают варианты первое аргумент а1 равен аргумент а2 плюс пи n ну то есть они оба вещественные куда-то смотрят это называется как линейная поляризация потом значит бывает вариант 2 модуль а1 равен модулю а2 скажем аргумент а1 комплексного числа равен аргумент а2 плюс не помню что например 22 н плюс 1 на пи что ли пополам короче а опережает или остает на пи пополам да тогда это называется круговая круговая поляризация ну и наконец третье а1 по модулю не равно а2 по модулю а аргумент а1 не равен аргументу а2 плюс пи n тогда это называется эллиптическое кольце поляризация ну ладно повторение мать учения а теперь самое главное остался у нас вот этот вот член в решении который называется вынужденные колебания и тут у нас лапласиан в квадрате в минусу 2 до честим делать чем он хорош он хорош тем что при к квадрат равном нулю у него сингулярный значит мы должны иметь дело с какой-то сингулярностью как только возникает сингулярность у меня возникает встречный вопрос а вы знаете что такое теорема каши в этой функции комплекса переменных а нет сейчас узнаете ну и ну значит у нас есть полюс как говорят давайте его так напишем так еще один вы то что фурье образа если умножаются то значит на этом пространстве свертка будет знаете тогда это не буду доказать зачем у меня здесь стоит у меня здесь стоит единица на к квадрат фурье образ нечто и значит женю от к это произведение двух фурье образов давайте кстати вот с этим разберемся по именю на женю это минус же меню плюс камю коню на к квадрат жи ню значит первое слогами дает просто минус же меню а второе что дает закон сохранения заряда гласит дэмю женю равно нулю фурье образ будет так камю женю от к равно нулю то есть все так смотрите когда мы вычисляем вот это вот вклад вынужденных колебаний у меня есть произведение двух фурье образов единица на к квадрат и женю от к но при этом от вот этого тензор поляризации остается просто минус единичная матрица вот это вот все остальное вылетело потому что это потому но и ладно значит то есть у меня возникает такая вещь как единица на к квадрате прошу это такое а я вот так напишу к 0 минус к по модулю минус то это к 0 плюс к по модулю на что надо умножить трик трик единица на 2 к по модулю почему потому что это равно единица на к 0 в квадрате минус к квадрате и по к 0 мы интегрируем если нарисовать плотность к 0 это комплексная площадка 0 вот здесь у меня полюс который расположен в точке к вот здесь у меня в точке минус к а мы интегрируем и встретили неприятность интегрируем по оси к 0 и опять встретили неприятность вот у меня интеграл вот так вычисляется здесь у меня ре к 0 а здесь у меня им к 0 значит что такое теорема каши давайте я буду комплексную переменную не к 0 обозначать а z возьму интеграл по замкнутому контуру от dz чему это равно но нарисую комплексную плоскость z так 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 вот какой-то замкнутый контур все получится сложение комплексных чисел которые вектора 0 спрашивается зависит от этого контура если я нарисую вот такую какой-нибудь контур все равно будет 0 значит комплексные числа они складываются как вектора поэтому это по замкнутому контуру давайте так писать против часовой стрелки 0 называется теорема каши замечательно теперь что я захочу сделать значит по любому контуру если у меня есть непрерывная функция давайте теперь вот такую штучку вычислил и нарисую так где у меня полюс в точке 0 а здесь полюс опять резет и мзет резет и мзет нарисую окружность смотрите я могу эту окружность деформировать как мне вздумается почему потому что по если у меня функция непрерывная то отличие по бесконечным малому контуру значит всегда даст его 0 я могу так написать возьму поставлю какую-то непрерывную функцию значит отличие вот вдоль конкура бесконечно маленького всегда будет сводиться к тому что я возьму функцию с точки z 0 а все отличие она на контуре значит это всегда 0 теперь здесь сделаю замену переменных ро есть степени и фи значит это будет равно от 0 до 2 пи вот по этому кругу хожу радиус а ров ро есть степени и фи и дфи разделить на ро есть степени и фи равно 2 пи и ой теорема каши если против часовой стрелки то 2 пи а если по часовой минус 2 пи значит смотрите как я теперь пишут в теорему возьмем вот так вот f от z d z z минус си 2 пи и f от кси это то же самое да но грубо говоря если у меня возле точки кси это непрерывная какая-то функция то вот у меня есть полюс я могу сдвинуть этот поле с точку 0 здесь будет стоять просто f от кси ничего не случилось я использовал вот это и вот это теперь у меня теперь смотрите в комплексной плоскости к 0 есть два полюса эти самые полюса они как раз на пути интегрирования лежат какая досада что же с ними делать у нас еще есть три минуты и сейчас мы их обделаем смотрите значит эти полюса можно обойти по разному например вот так можно этот с этой этот с этой потом вот четыре варианта есть обхода полюсов какой же из них выбрать можно выбрать любой почему смотрим на решение если я буду получать какое-то вынужденное решение да с каким-то обходом полюсов то у меня всегда остается свобода выбора свободных решений если у меня заданы какие-то начальные данные для поля а то какой бы не выбрал я этот обход полюсов я всегда найду подстроил такое свободное решение чтобы у меня выполнялись начальные данные в данной задаче теперь почему убирают всегда запаздывающую функцию чего различие между двумя разными обходами полюсов всегда сводится к свободному решению потому что разница двух частных это всегда свободное вот значит почему всегда выбирают такой обход полюсов который называется запаздывающая функция грин давайте будем решать такую задачу чтобы при t меньше нуля у меня этот интеграл давайте я букву и же обзову был торжественно равен нулю а при t больше нуля g не равно нулю о чем это говорит если у меня до того как встретился появился источник не было никаких свободных решений то источник может только излучать в будущее это называется запаздывающий функции грин да ну давайте вот напишем вот этот вот обход полюсов что надо сделать с этими штуками чтобы получился что полюса съехали в нижнюю полуплоскость надо сделать то есть если я вот так напишу то у меня все полюса как бы съедут немного бесконечно мало и тогда у меня есть две возможности давайте t меньше нуля у меня в интеграле будет стоять е в степени минус и k0 на x0 вот это x0 у меня сейчас будет меньше нуля я буду интегрировать вот так теперь смотрите а давайте я нарисую вот такой вот еще полукруг бесконечный t меньше нуля чем характеризуется этот полукруг t меньше нуля он характеризуется тем что мнимая часть k0 стремится к плюс бесконечности да ну ага никак не отражается я хочу теперь вот этот контур он у меня не замкнутый я хочу его замкнуть и показать что замыкание при разных временах будет давать нулевой вклад сейчас покажу что вот по этой полуокружности у меня интеграл будет всегда 0 смотрим сюда я интегрирую вот такую штуку е в степени минус это будет минус и x0 ре к 0 плюс и им к 0 значит это будет е в степени минус и x0 ре к 0 а плюс им к 0 значит если это отрицательное а это стремится к плюс бесконечности то вклад вот этой полуокружности просто равен нулю тогда я могу замкнуть и воспользоваться теоремой каши и посмотреть если внутри этого контура плюса нету 0 значит а если т больше нуля то я замкну тот же самый контур при т больше нуля снизу тогда у меня здесь получится смотрите чего получится x0 больше а мнимая часть в минус бесконечность опять это полуокружность даст 0 наверное на этом мы сейчас закончим запишем только что нам нужно вычислить следующее d4k на 2 при четвертой е в степени минус и к x единица на 2 чего там к по модулю а здесь будет единица на к 0 плюс и 0 минус к по модулю минус единица на к 0 плюс и к 0 плюс к по модулю значит мы это просто вычислим и получим так называемую запаздывающую функцию грина у нее получится здесь когда вычислим да ступейка к висайда и что то а что то я помню что минус единица на 4 пицца r дельта r минус ct вот это вычислим в следующий раз потому что время к сожалению кончилось жаль значит смотрите все таки теорема каши это очень просто для для этого как бы смотрите зачем нужно тогда тфкп если можно все за две минуты рассказать а теперь у нас возникает разные функции комплексного переменного ряды лорана вычеты полюса и вот здесь полюс называется первого порядка а их может быть много порядков короче спасибо 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 Продолжение следует...